привет вы на канале fast api channel меня зовут михаил это второй урок курсу fast api давайте мы разберем как мы можем с вами строить url в прошлом уроке мы с вами реализовали функцию которая будет у нас срабатывать когда мы переходим на главную страницу нашего сайта в файле mainpy давайте создадим еще одну функцию назовем ее getItem данная функция у нас будет принимать некий pk также мы должны с вами указать тип ставим два оточа и пишем это будет у нас интеджер слово и значение мы будем с вами возвращать варь в котором укажем k по значениям будет наш pk давайте укажем url для нашей функции пишем декоратор up . get ставим слэш и в фигурных скобках указываем имя нашей переменной в нашем случае pk давайте запустим сервер перейдем на нашу документацию обновим страницу и видим что у нас появился новый url там где в фигурных скобках у нас указано пикей также указывается имя нашей функции и getItem давайте попробуем выполнить запрос нажимаем try out здесь у нас есть возможность с вами ввести некий пикей давайте не будем пока ничего не вводить и нажмем execute как видим мы должны обязательно указать данный параметр давайте укажем двойку execute и видим что она возвращается и равно двум давайте теперь разберем каким образом был построен url перейдем на нашу главную страницу поставим слэш укажем тройку нажмем enter нам возвращается словарь и ключ кей и значение 3 таким образом мы можем с вами выстраивать нужный нам url давайте попробуем передать еще один url там слэш и нажимаем 4 теперь мы с вами получаем общение о том что данная страница не было найдено not found давай теперь попробуем передать вместо числа некую строку примеру item нажимаем enter и как видим у нас отображается ошибка о том что мы передали неверный тип данных мы видим сообщение о том что наш путь далее это некое значение пикей наше значение не валидно как числовое и наши данные не пришли в валидацию потому что мы с вами указали наш и как интеджер перейдем в проект давайте передадим данную функцию еще один аргумент пусть будет это q укажем что тип данных str и по умолчанию она у нас будет нам наш словарь давайте дополнительно передадим ключ кью значение это будет наш аргумент кью вернемся на страницу вместо item давайте поставим число 5 нажмем enter и видим что кью у нас равняется анал давайте теперь попробуем после нашей пятерки весь некую строку по нашему url было ничего не найдено давайте вместо таки с вами поставим вопросительный знак далее укажем кью равно и некая строка к примеру хай нажимаем enter видим то данный кью был воспринят как параметр из нашего url q таким образом мы сможем с вами передавать параметры в нашей функции так как у нас кью указано как str давайте попробуем мы с вами передать сюда число давайте вместо ай мы передадим с вами число 22 нажимаем enter и видим что 22 22 у нас пришла как строка давайте попробуем изменить тип данных давайте наш кью теперь будет вход вернемся на страницу обновим видим что теперь это у нас 22.0 давайте попробуем здесь передать некую строку к примеру хай нажимаем enter у нас указывается что наш query то есть ключ q не имеет валидности по отношению код поэтому давайте здесь мы передадим 155.5 и таким образом мы видим что это дробное число давайте немного еще поиграем с типами и укажем здесь к примеру int также давайте передадим наше дробное число нажимаем enter и опять видим что мы не проходим с вами валидацию так как 155.5 не есть интеджер давайте уберем точку 5 и теперь у нас все хорошо с вами отрабатывать таким образом вот автоматическая валидация тех данных которые передают с клиентской стороны в будущем мы более подробно с вами рассмотрим каким образом какие данные мы можем передавать на наш сервер чтобы не пропустить новые видео подписывайся на канал нажимай на колокольчик если урок был полезен ставь палец вверх и оставляй свой комментарий будут вопросы пиши к нам в группу telegram ссылка в описании встречи